Лариса Визнер, наша замечательная ученица, спрашивает С удовольствием прослушала ваши записи по поводу чтения Мне вопрос, как вы относитесь к техникам скорочтения И используете ли вы их? Если да, можете что-то посоветовать Я в какой-то мере фанат метрик и планирования Лариса, я тоже Поэтому, если посчитать, что вы прочитываете 100 книг в год Это значит, что примерно одну книгу за 3,5 дня Боже, мне даже сложно это представить, такую скорость Или вы включаете в эти 100 книг и аудиокниги Большое спасибо Помню, когда такой вопрос задали Галине Изуфович Что типа, ну вы же наверняка скорочтением как-то читаете Как вы еще можете прочитать столько, что вот прям Все это вы перемалываете себе в голове Она говорит, что нет никакого скорочтения Что она все это читает, как все остальные люди И я вот помню, как у интервью с особенно вопрошаемого Да, такое вот было какое-то недоверие и разочарование в глазах Я тоже никогда не обучалась скорочтению Я даже вот в школе очень хорошо помню, что по школьным меркам я читала медленно Хотя нас зачем-то замеряли с очтением вслух И это не очень, мне кажется, продуктивно Но тем не менее я по школьным стандартам читала очень медленно Ну, если, как бы, я очень сомневаюсь, что если увеличить скорость чтения языка Из-за облачных параметров, можно пожертвовать качеством чтения То есть я пыталась знакомиться с этими техниками Но, честно говоря, мне это все показалось какой-то недостойного моего внимания Скажем так И мой единственный лайфхак, который я всем рекомендую Это читать и слушать одновременно На русском это не всегда работает хорошо Потому что, ну, честно говоря, иногда бывает скучновато Ну, то есть на русском ты, в общем, все понимаешь За редким исключением, если очень какая-то сложная, глубокая мысль бывает Но на английском это работает великолепно То есть это дает вот это полное глубокое погружение То есть, во-первых, вы сразу слышите, как слово произносится Это очень важно Я регулярно обнаруживаю слова, которые я думала, что произносятся по-другому И у меня, ну, практически так плюс-минус еженедельно какое-то такое открытие случается Что, о, кажется, вот оказывается это слово-то совсем по-другому произносится, чем я думала И чтение плюс слушание и чтение одновременно Оно дает вот то самое погружение хорошее И, ну, честно, меньше хочется отвлекаться там на телефон или на что-то еще То есть вы в наушниках уходите полностью в текст и концентрируетесь И да, это существенно увеличивает скорость чтения Вот это очень серьезный фактор в плюс И, конечно же, в эти 100-100 книг входят аудиокниги, которые я слушаю довольно много Ну, потому что, собственно, с чего бы это вдруг не включать аудиокниги Как будто вот аудиокниги, тоже такая очень странная старая концепция Что, типа, слушать это не так, как читать Да я вас умоляю Все так же Ну, кому-то просто, может быть, кто-то не любит аудиокниги И им очень сложно воспринимать информацию Но, тем не менее, я очень люблю аудиокниги и слушаю их довольно много И поэтому я, если разложить вот эти вот 100 книг в год, то это получается примерно 2 книги в неделю В час я прочитываю по-русски 40-50 страниц По-английски, в зависимости от плотности текста, это от 25 до 40 страниц в час я прочитываю Поэтому, если мы берем среднюю книгу в 300 страниц, то я ее могу прочитать за 3 дня Если я читаю 2 часа в день Или за 2 дня, если я читаю 3 часа в день При этом, опять-таки, эти 3 часа не села, не отрываясь Ну, потому что это мало реально в нашей жизни То я час-полтора могу слушать в аудио, когда я занимаюсь домашними делами Готовлю мою посуду или я за рулем где-то еду И остальные час-полтора перед сном, например, ну или когда у кого есть время В целом, конечно, бывает очень по-разному, да Но я крайне редко в какой-то выходной день могу читать там больше 4 часов Это прямо, скажем, крайняя редкость То есть, тем не менее, ежедневная норма – это от часу до 3 Что, опять-таки, если разбивать на несколько эпизодов в течение дня Ну, не так уж прямочки уж и много Вот, и поэтому, собственно, и получается, что никаких больше сериалов И минимум соцсетей и новостей, только самое-самое необходимое И вот так 100 книг умещаются в год по чуть-чуть Вот, так что здесь нет никаких секретов или каких-то сверхспособностей Это просто то, что приносит радость и дает интерес И то, что ты делаешь регулярно, когда у тебя есть время И не упускаешь момента, чтобы не, так сказать, не воспользоваться этим Так что, Лариса, я надеюсь, что вам был полезен мой расчет Продолжение следует...